Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут». В ближайшее время в Рязани пройдет вторая всероссийская научно-практическая конференция. Она будет посвящена диагностике и лечению анемии в 21 веке. Более подробно об этом мы поговорим с нашим гостем Валерием Демиховым, доктором медицинских наук, профессором, заместителем директора Рязанского филиала Федерального центра детской гематологии. Почему будет обсуждаться именно анемия, а не какое-то другое заболевание? Анемия – это, как врачи говорят, клинико-гематологический синдром. То есть это не отдельное заболевание, а состояние, которое проявляется пониженным уровнем гемоглобина. Это основного белка, который переносит кислород. У нас через кровь к различным органам и тканям. И анемия, собственно, проявляется тем, что в организме развивается гипоксия, которая приводит к целому ряду проблем, возникающих в организме пациента. И основные проявления анемии – это повышенная утомляемость, слабость, недомогание, сниженная толерантность к физической нагрузке, у женщин часто выпадение волос, слабые ногти и так далее. Вообще опасность анемии в том, что, ну, во-первых, она приводит ко всем вот этим неблагоприятным последствиям. Раз. Во-вторых, я повторюсь, что анемия – это может быть маркером серьезных заболеваний, поскольку она встречается при целом ряде таких болезней, как онкологические заболевания, ревматические заболевания, хронические воспалительные заболевания кишечника и другие. Ну, и анемия – очень распространенное состояние. Вот сейчас у нас проходит акция, мы проводим для населения, дали им возможность как бы бесплатно проверить уровень гемоглобина. За два дня вот около 60 человек обследовали, и распространенность 20%. Каждый пятый человек имеет анемию. Скажите, а в норме какой гемоглобин? Все зависит от возраста. У детей в среднем это 110 грамм на литр. У взрослых и подростков у женщин 120 грамм на литр. Все, что ниже будет анемии. У мужчин 130 грамм на литр. Конференция наша посвящена проблеме анемии. Это не случайно, поскольку это проблема здравоохранения во всем мире. И наша страна не исключение. У нас очень высокая распространенность этого заболевания. Опять же, именно поэтому мы выбрали анемию основной темой нашей конференции. Она уже вторая, и на ней будет рассмотрен широкий ряд вопросов, посвященных диагностике, лечению и профилактике этого состояния. Хотя бы несколько моментов. Давайте посвятим инновационным методам лечения анемии. Вы знаете, вообще у нас последние 15 лет произошли большие изменения и целый ряд открытий и достижений в области гематологии. Безусловно, они, конечно, приводят к тому, что усовершенствуются, появляются новые методы и в диагностике, и в том числе в лечении анемии. Вот, например, я могу сказать, что сегодня анемию, обычную железодефицитную, наиболее распространенную среди женщин, детей раннего возраста, можно вылечить всего за два визита к врачу, даже за один визит к врачу. То есть пациент получает одну инъекцию препарата, и фактически в течение месяца можно достигнуть целевого уровня гемоглобина. То есть пациенту через месяц будет нормальный уровень гемоглобина. Раньше это, наверное, посчитали бы за чудо, но сегодня это возможно вполне. Появляется новая группа препаратов, о которых мы могли, в общем-то, только мечтать. Они, правда, еще носят экспериментальный такой характер, но, тем не менее, они сулят нам прорыв в лечении многих видов анемии. А могут ли помочь народные средства при лечении анемии? Как и при многих других состояниях и заболеваниях, есть целый ряд мифов. Вот, например, один из мифов, что анемию можно вылечить хорошим питанием. То есть если человек будет есть много мяса, много яблок и гречки, да, печени, гранат, то он может избавиться от анемии. Ничего подобного. Анемию вылечить питанием невозможно и обязательно назначение лекарственных препаратов. Нас смотрят обыватели. Что вот вы бы им порекомендовали? Здесь, наверное, советы должны быть обращены в три категории. Поскольку наиболее распространенная форма анемии все-таки это анемия железодефицитная. Это дети раннего возраста, это беременные женщины и пациенты старше 65 лет. Значит, в любом этом возрасте выявление анемии, случайное ли, или какое-то специальное, если человек идет к врачу, или обследуется где-то, это обязательно показание для того, чтобы обратиться к специалисту, провести дополнительное обследование и лечение. Ну, а в плане профилактики, анемия у детей ранних, это прежде всего профилактика дефицита железа у беременных женщин. Соответственно, не будет анемии у мамы, не будет анемии и у детей раннего возраста. Девочки, подростки, которые вступают в период функции их менструальной, обязательно обследование ежегодно на уровне гемоглобина, поскольку повышен риск развития анемии. И у пациентов старшего возраста тоже ежегодно общий анализ крови рекомендуется для того, чтобы контролировать уровень гемоглобина. Ну и хорошее питание, достаточное количество мяса, безусловно, это важно. Когда будет проходить конференция? В каких числах? Конференция будет проходить 17 и 18 октября, как я уже сказал, в конгресс-отеле-форум. Известно, что конференция всероссийская. Расскажите, кто и откуда на нее приедет? Конференция будет проходить в течение двух дней в конгресс-отеле-форум. И то, что в ней будет участвовать целый ряд ученых из различных регионов России, это Москва, Санкт-Петербург, Томск, Нижний Новгород, Смоленска и другие города, это говорит о том, что интерес к ней достаточно велик. Целый ряд очень интересных будет докладов. У нас будут присутствовать два академика, ведущих в этом направлении. И, безусловно, предусмотрена и культурная программа, экскурсии для наших гостей. И мы очень надеемся, что эта конференция, безусловно, внесет вклад в развитие медицинской науки не только в нашем Рязанском регионе, но и во всем центральном регионе России. В рамках конференции предусмотрена экскурсия. Расскажите, что она собой представляет? Поскольку у нас конференция уже второй раз, и первый опыт показал, что все-таки очень большой интерес к Рязани, это древний город, всем это понятно, мы в этот раз решили людям, которые впервые приезжают в Рязань, организовать экскурсию, во-первых, обзорную по городу с посещением Кремля, Дома-музея Ивана Петровича Павлова, конечно, это очень интересно для врачей. И на второй день конференции будет экскурсия в Константиново. Расскажите немного об истории вашего филиала. Вот, кстати, вторая конференция, она посвящена 20-летнему юбилею нашего рязанского филиала. Приказ о его создании был подписан 16 ноября 1993 года. Как вы видите, это были трудные 90-е годы, и период становления нашего филиала, тогда он назывался Рязанский филиал научно-исследовательского института детской гематологии, он как раз и пришелся вот на эти трудные годы 90-е. Что такое Рязанский филиал детской гематологии сегодня? Надо отдать должное как бы инициаторам и организаторам этого рязанского филиала, Елене Федоровне Борщаковой и Анатолию Дмитриевичу Павлову, которые, безусловно, благодаря своему энтузиазму, упорству и огромному профессионализму, они сумели не только сохранить образовавшийся в Рязани этот филиал, но и привести его к тому, что он сейчас представляет. Это современный научно-исследовательский центр по изучению патологии эритрона, анемии и других сопутствующих заболеваний, болезни крови и иммунной системы. Спасибо. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова